По данным компании ТНС Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Атака отбита, позиции завоеванные. Ночь на Донбассе прошла довольно жарко. Боевики активизировались в треугольнике Волноваха-Комсомольская-Тельманово, в частности Старогнатовка. С трёх ночи бонформирование начали бить по позициям украинских военных. К артиллерийскому наступлению они подготовились серьёзно. В бой боевики привлекли 10 танков, 10 БМП и другую военную технику. На ситуацию под Старогнатовкой оперативно отреагировало военно-политическое руководство страны. В ходе совещания было принято решение немедленно применить артиллерию. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооружённых сил Украины попытку наступления остановили. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике и был отброшен на 2-3 километра. В ходе контратаки наши военные заняли выгодные позиции, в частности вернули контроль над стратегическими высотами. Стратегическая территория под контролем, армия боевиков откинута назад, и в то же время бой выдался тяжёлым и для наших армейцев. В бою под Старогнатовкой были ранены 7 украинских военнослужащих. Не менее горячо было и в других районах Донбасса. В общем, за сутки было зафиксировано наибольшее со времён битвы за Дебальцево количество вражеских обстрелов в позиции сил АТО. Аж 124.